алло 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 да я слушаю матвей владимирович здравствуйте а я представлю славянский евгений владимир меня зовут отдел судебного регулирования банка тинькофф вот документацию вашу принял обработку для принятия банком это плага окончательных решений по поводу дальнейшего создавания требования банка вам известно это внесение общей суммы за дождь то есть сумма сразу 184 тысячи 866 рублей 55 копеек то тут сумма вам нужно платить до завтрашнего дня включительно но я думаю вы прекрасно понимаете почему я всю сумму от вас требует банк но если нет вам объяснить еще раз если не понимаете могу объяснить почему так банк может делать все что ему хочется в рамках законодательства естественно не но может попытаться сделать рамках незаконодательства но кому от этого будет лучше но я же говорю поэтому все у рамках закона решает такими сказать его модель нет почему вы не платить что у вас произошло трудное финансовое положение вообще связано скажите пожалуйста ситуации стране а вас ситуация стране только сейчас затронула почему только сейчас на меня давно затронула но как давно скажите пожалуйста три месяца назад сколько вы за кредит не платить это уже как сказать окончательное явление нет то есть мы видим то что странно выгодите если только окончательное время то для до этого вы оплачивали вовремя без задержек до этого была возможность от ее нет так вам же кредит давался не под возможно под обязательство просто интересно получается людей стран людей некоторых понимаете ситуация в стране затронула 5-10 лет назад а вас только сейчас вам вообще повезло подирал по повезло мне да ну вот понимать тогда вас уведомляю что ситуация стране ком должен не должна влиять на ваши оплаты ну вы думаете не просто проще не думая на проще всего как бы расписаться на страну вы же когда домой приходите к примеру там вас супруга или еще раз напомните мне пожалуйста имя отчество ваша евгений владимирович фамилия славянский евгений владимирович вы знаете это лирика да вот все что вы сейчас пытаетесь мне сказать мы по моему с вами решили что как бы да что банк может делать все что как бы положено да в рамках правового поля да и то что сейчас мы сейчас с вами выясняем что у кого-то когда-то затрону кого-то сейчас там мы прекрасно я думаю что с вами не глупые люди и прекрасно понимаем что я прекрасно понимаю последствия и вы пытаетесь ну как бы я понимаю что вы должны мотивировать меня на какие-то дальнейшие оплаты. Ну, я вам заявляю со всей ответственностью, что в данный момент я не располагаю суммами для оплаты кредитов банки ваших. Понимаете? То есть, как бы, давайте мы не будем тратить ваше и наше время, да. Как бы, у меня, например, сложилось впечатление, что банк меня обманывает, да. Я неоднократно просил и в письменном виде, да, и вот по телефону выслать мне копию договора, да, которая у меня никогда не была на руках и выслать мне мой распечатку моего счета, да. Ну, банк почему-то отказывается это делать. Мне непонятно, например, да. Мне вот непонятно как человек, у которого 140 тысяч кредита, да, платит почти 9 тысяч в месяц, а долг только увеличивается, да. Ну, странно как-то, да, причем учитывая то, что проценты, да, были, блин, ну, там, чутка не хватало до 50 в месяц, да. Мне кажется это странным, мне вот кажется это странным, и я считаю, что банк меня обманывал, а подтвердить это, что он меня не обманывал, банк отказывается, да. То есть, как бы, договор составлен с двух сторон был, ну, если он был составлен, да, если он есть в наличии, да, то я хочу тогда посмотреть, на каком основании, да, я платил такие сумасшедшие проценты. Банк не хочет мне предоставлять, да. То есть, кто из нас обманщик сейчас, это еще, как бы, очень большой вопрос, понимаете. То есть, я хочу убедиться в том, что банк действительно правомерно там списывал какие-то проценты, но почему-то банк мне это предоставить совершенно не хочет. Как быть-то, понимаете. Как быть. Я вас помню, ну, теперь попробую ответить на ваш вопрос, но вы так странно очень говорите, да, у вас нет договора, зато вы пользовались деньгами банка, да. Если у вас нет договора, зачем разница, ну, я пользовался многими деньгами без договора, понимаете. Что значит, какая, то есть, по большому вы пользовались деньгами без договора. Я вам сейчас могу отправить абсолютно любой договор, правильно, на абсолютно любую процентную ставку, если? Ну, подождите, подождите, ну, подождите. Договор должен быть мной подписан, правильно? Матвей Владимирович, смотри, Владимирович, вы меня сейчас перебиваете, я, наверное, хорошо, давайте, 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 да, извините, извините. Вот, значит, смотрите, ну, вы говорите, вами подписанный, да, договор, понимаете, вы заполняли анкету заявления понимаете а вы отправляли ее в банк в дальнейшем вам пришел ответ с картой пришел конверт а внутри была карта условия по ее обслуживанию да вот насколько мне известно за людей которые кредит оформляют они договор часами изучают что пологов как-то подписать а уж тем более деньги потратить а вы как так спокойно заявляете у вас нету договора вы там деньги потратили подпись модель лишь просто вы на будущее никому не говорите вам любой человек позвонит навыка что вас договора нет подделать подпись под его лично оригинал поете кого тогда не оставляет наше время и обратим абсолютно любую процентную ставку вам на будущее это во первых во вторых значит смотрите денежные средства вы с карты снимали вы оформили матриевич не потребительский кредит а кредитную карту она рассчитана правильно попозже к этой карте что вас подобных вопросов не изникало вот вам задержали зарплату а дома двое детей супруга вам нужно продуктов дом купить вы зашли в магазин карты расплатились 235 тысяч рублей расплатились по карте потом получили зарплату данную сумму то вернули все никаких проблем вы я вижу сначала 1000 рублей сняли еще потом 1000 рублей сняли логичнее конечно было сразу две тысячи рублей снять вы почему-то каждый раз по определенную какой-то вот а номиналу денежных средств снимали за что у вас взымалась комиссия во-первых да причем комиссии вот вы сняли примеру до 1000 рублей порядка 300 400 рублей комиссии под занимается но есть вам не жалко своих денег конечно можете по 1000 рублей снимать проблем это первое у вас процентная ставка изменилась потом ставка разная на снятие и на 1 на расплаты по карте это во вторых но и в третьих вы возвращали задолженность по минимальному платежу то есть вам банк выстал минимальный платеж соответствии с вашими затратами садить ваш тарифный тариф на процентному ставку а вот да 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 я слушаю вас опять старик на соответствии прошу прощения с вашей процентной ставкой до кого BIG'an минимальная платеж которой вы должны оплачивать и вы должны знать то что большая часть вашего минимального платежа он даже идет от слова минимум самый минимум вопрос не будет баг ждет на пожарение процентной ставки услугу отключенных банком а если имеется штрафы просроченный за дождь они у вас были его это прекрасно знаете идут на погашение и только ставше минимальная часть идет на погашение общественного задолженностью это примеру если у меня зале 10 рублей возвращайте по рублю из этого рубля я вас буду 90 копеек брать на сил Kentucky которую я вам предоставляю вот то думать что не вернули рубль а вы вернули только 10 копеек вы и поэтому сейчас посчитать вы только вы понимаете это сейчас вот ну все слова размыты я хочу посмотреть это на бумаге это так сложно вот но предоставить человеку копию договора и распечатку новая вы обращались банк конец обращать я вас есть вам вопрос это актуально могу вас в конце разговора переключить на специалиста который занимает за разговором просто я вас обманывать и водить в заблуждение не хочу я знаю задел судебную регулирую если бы я разнимался заниматься рассылками почты я может отправил бы это трудообнение поставил значит вот все что я вам сказал так а вы получается сидите в каких-то разных помещениях или где это все находится нет просто функционал разный понимаете не гибает такой человек который один сидел ты почту отправляет и потом говорит чтобы человек деньги вернул понимаете ну так вопрос в чем выключается я уже я уже просил и неоднократно и письменно и письмо про письма отправлял да соответственно причем у меня даже есть кветочки о том что банках получал да что странно кстати и и звонил на горячую линию меня переключали вы думаете это изменится что я сейчас поговорю нет и если вы звонили почему не задали это вопрос сотруднику банка дал я задал этот вопрос и что вам ответили знаете ну тоже как-то жевали мне непонятно сказали что вышлю пара вот так как видите непонятно вам ответить обычно когда я задаю вопрос я жду конкретно ответ а вам что именно ответ не вы добились а так дай так если у вас так люди обучены чтобы человек не понимал что бак что он этого ответа добились или нет да мне в конечном итоге мне обещали что мне вышлю но это бы обещание было уже наверно этому обещанию очень много времени отлично потом вы снова позвонили в банк вам сказали вышли ты сказали ну ладно и положили снова трубку правильно понимаю подождите а какое регламентируется какое-то оба определенное количество звонков или обращений чтобы это нет я вас просто проработать я вам говорю то что я не занимаюсь данным функционалом вы общались с человеком который этим функционалом занимается понимаете и вы в итоге не добились того чтобы вам банк отправил либо еще что понимаете у меня откладывается вопрос как вы договорить сотрудника банка может вам все объяснили а потом вы начинаете кричит у вас нету договора я я просил люди когда перестают платить когда люди пересплатить они у них все вокруг виноваты не на я не брали я не играю что другие страны виноваты ну как в начале разговора скажется от стране и человек и не платит за кредит элементарно там за три месяца там не может внести какую-то определенную сумму в этом украина серии виноваты все но кроме а данного человека вот так интересно ну как хорошо лирика лирика договорить на мидерики смотрите давайте по факту давайте сферим контактную информацию скажите пожалуйста у вас дополнительный мобильный домашний нету проживайте в каком адрес который был указан в анкете город давайте мы не будем его озвучивать да мало ли как бы не поменялось не поменялось пункту договора 332 я я согласен предоставить в письменном виде сделайте запрос я предоставлю ну вы вы же сейчас я фиксирую отказ и нарушение пункта договора я я я не отказываюсь я вам говорю официально запрашивать я вам официально отвечу для меня вы сейчас для меня вы сейчас голос из телефона вы сами сказали что вы отвечаете мне вашу подпись могут поделать также и я вам сейчас отвечаю я вас не знаю я вас первый раз слышу да я вас я вас понял да хорошо понимать просто на будущее что вы когда карту оформляете вы хотя бы узнавайте что это за банк меня такое ощущение что вы просто попросили деньги вам карту прислали и все вы а вы знаете мне даже не менее присылали им и я не заполнял никуда не отправлял приехал человек так же и вот ну причем встретились грубо говоря на улице да там что-то написали там даже договор от текста честно говоря я не помню я просил еще у человека где игры моя копия что то что у меня что-то должно остаться понимаем и что он вам ответил и это было так давно что но бумаг то у меня нету на руках по факту снимайте у вас и вот самое интересное понимаете я еще ни разу не слышала человека чтобы он сказал что у меня на руках договор есть а карты нет потому что люди когда карту берут все понимаете они куда-то договор выбрасывают а потом во всеми на ватбанк я просто пойти я вот элементарно просто одного не могу понять как можно тратить деньги без договора очень легко очень ли но конечно когда я тогда деньги в руках сразу не реку тратили потом когда возвращать но это по-моему логично правда да ну нет на мой взгляд нет если бы я просто общался с людьми которые брали кредит я ждал наверно часа два пока человек ознакомиться с договором зато потом за то время что он обслуживался от него ни одного вопроса человек все четко понял и все знал поймать и подобных не до разумения было из страну он точно не обвинять я не обвиняю я не обвиняю страну простите я понимаю значит кредит как вы отказываетесь платить почему я не отказываюсь будет возможность я буду платить оборога лагридовок и нету но тогда на будущее вам кредит давался не под возможности под обязательство и а так то 30 14 гранатского кодекса его обязанны предотоплату срок установлен договором другими словами диктовать свои условия не можем я не диктую свою условия, но если банк получается пострадавшей стороной, что тогда надо сделать? Что у нас тогда делать? Ну, если банк является пострадавшей стороной, если я нарушил условия договора, что тогда делать? То банк правил в одностороннем порядке с нами договора расторгнуть, выставив вам финальный счет, когда данная процедура проходит, тогда статьи 811 Гражданского Кодекса. В дальнейшем закон позволяет банку взыскивать особшую сумму задолжьте путем передачи вашего дела в суд. Совершенно верно. Как правило, банки настаивают на ваш статус, у вас общая сумма задолженности превышает 100 тысяч рублей, как правило, 33 статья по решению суда федерального закона, опись и арест имущества по вашему месту регистрирования. Какая еще раз статья? 33 статья федерального закона. Поэтому можете ознакомиться, Матрин Владимирович, да, как бы я вам оглашаю. А кто опись и имущество производит? Через судебные приставы. Поверьте, не я и не сотрудники банка. Это все решение суда, через судебные приставы. Когда имущество-то описывает? Вы меня проверяете, Матрин Владимирович? Да, 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 да. Какие таких вопросов? Проверять мне не нужно. Нет, ну просто вы начинаете пугалки стандартные использовать, а мне вот даже интересно стало. Нет, это, знаете, это стандартная постановка, что просто человек... Да, да, да. Ну, вы знаете, я как бы, ну я не против, как бы, если банк считает, что, как бы, ради бога, я не... Хорошо, скажите, пожалуйста, значит, обществом за то, что вы не собираетесь оплачивать, насколько я понимаю, минимальный платеж к Newton, почему я уже вам, я же вам русским языком сказал, я же вам русским языком сказал, будет возможность, я с удовольствием буду платить. На данный момент. Вы меня не слышите, открывайте, а вам работодатель, у вас то же самое говорит? Что он вам будет платить... А, подождите, а при чем здесь мой работодатель? А вы вот подумайте, да, вот вы так говорите, будет возможность. А вы представьте, вы придете в кабинет работы, то он старается вам помогать... Значит, я пойду на другую работу, вот и все. На другую работу пойдете? Или что, верьте больше, что вы... Значит, я подам вступка работодателя, чтобы он не выплатил мою заработную плату, и пойду работать на другую работу. Вот и все. Я вас понял. Ну, видите, как получается. То есть, в принципе, вам можно не платить зарплату, а вы там поменяете мне работу, будьте суд обращен. А через суд я и требую. Мадвей Владимирович, понимаете, давайте я вам заранее просто одно скажу. В любом случае, вы всю сумму вернете. Я вам еще раз объясняю. Я же не против. Я же не против. Ради бога. Вот я просто прекрасно понимаю, да, вот это ваш тон. Какой тон? Я, по-моему, вполне дружелюбный тон, вы не заметили, да. Я вас не оторвляю, я там не спокойно общаюсь, да. Я вот не про это говорю. Вы прекрасно знаете, о чем идет речь. Вы сами себе прекрасно, чтобы вы в любом случае вернете все деньги. Поверьте, я от людей слышал очень много, и что люди там веселят, и думают, что все сойдет с рук. Нет. Значит, ну я вас поведомляю, что банк в праве данным образом поступить. Вы знаете, что вы должны деньги. Вы знаете, что вы их не возвращаете. Вы знаете, то, что вы потеряли договор, как выясняют, что вы потеряли договор, сказать, что у вас его в принципе не было. Да, вы сами прекрасно понимаете, что в этом вины банка нет, Матрия Владимирович. А за кредит вы не платите. Ну вот подумайте, чтобы был, ну, к примеру, да, вот человек, который вам не возвращает долг. Вы же как-то действовали, правильно? И в любом случае данный человек вам долгу вернул. Я бы подал в суд, я бы подал в суд. Поэтому, видите, Матрия Владимирович, я вас о последствиях уведомил. Значит, вам нужно оплатить в рамках до завтрашнего дня общественного задолжения. У вас это сделать не получается. Частично как-то вы готовы вопрос урегулировать с банком? Будет возможность, буду готов. А, ну да, вы же под возможность... Ну, вы понимаете, я... Что я вам сейчас буду давать? Пустые обещания, да? То есть я вам сейчас скажу, давайте я заплачу, а в кошельке-то, ну, денег-то не хватает вам заплатить, понимаете? Поэтому я вас и спрашиваю, какая у вас сумма имеет, как вы готовы вопрос решить с банком. Ну, на данный момент, чтобы решить с банком, у меня сумма не имеет. Ну, на самом деле, я и другого ответа от вас не ожидал, что три месяца вы ни рубля в банк Тинькофф не внесли, и спустя три месяца у вас по течению обстоятельств абсолютно ни рубля, никакого нет. Ну, наверное, значит, банк отправил вопрос решать через судебных призов, также пообщаться с вашим окружением, то есть с супругой, друзьями, знакомыми. А, подождите, подождите, подождите. А как же информация третьим лицам, да, да? Какая информация? Ну, о моих отношениях с банком. А что не так? Ну, ну, а что непонятно. Это вообще-то как бы личные данные, да? Ну, а я рассказал, что какие-то личные данные буду разглашать. А разве общение с моими, как вы там сказали, лицами? Ну, а вы знаете, вы знаете, о чем мы будем разговаривать с окружением с вашим? А, подождите, о чем вы будете? О погоне разговаривать? Ну, вот вы и уточните, понимаете, мы же не нарушаем банковскую тайну, а на основании пункта 3.4.2 проверяем сведения, в том числе и привлечение третьих лиц. Ну, я вас хочу предупредить, что, имейте в виду, что я не оставлю это просто так, если будет, как бы, идти разглашение. Имейте в виду. Не оставляйте, я же вас уведомил, я же вас проинформил. А подождите, а то, что уведомил, это дает вам право, да? Да, я просто говорю, я вас объясняю, там разговариваю, я вас установку в известность ставлю, чтобы вы телефон в группу положили и знали, что Евгений Владимирович сказал вам, что банк вправе так-то, так-то поступать, связать с окружением, чтобы вы уже примерно знали дальнейший ход действий банка, понимаете, не просто, чтобы вы испугались или чего-то боялись, мы не запугиваем, мы ставим вас в известность. И это не значит, что если я вам сказал, я прямо сейчас буду вас звонить в вашем родстве. Мы не нарушаем банковскую тайну, не пункты, которые вы потеряли договора, может, не потеряли. 3-4-2, с которым вы, если подписали договор, не подтверждили его, а противостояния данных пунктов, вы просто бы карту кредитную не брали. Ну, оставим эту тему, проверяем среди, в том числе, и с привлечением 3-х лиц. А как же отзыв о персональных данных? Тоже банк не касается, да, я так понимаю? А вы отправляли... Конечно, конечно, конечно. Я в данный момент не готов, я нахожусь сейчас за рулем, я не готов вам ответить, когда именно я отправлял. Тогда, Мартин Анательнич, напоминаю вам, что согласно условиям кредитного договора, который, опять-таки, у вас его нет, банк прекратит обработку ваших персональных данных только через год после расторжения договора, и то при условии полного погашения долга. Подождите, как... Вот, пусть и от того, как... А то есть условия договора противоречат законодательству, да, я правильно понимаю? А какому именно законодательству? Что за статья, закон... Какую... Даже я сейчас на память не скажу, ли 152, ли 153, федеральный закон. Мы с вами очень долго разговариваем. Давайте вы сначала все уточните, да, что имеете право вы, но я вас спрашиваю, вы говорите, вы сейчас точно не знаете, вот вы все уточните, вот когда у вас, как у меня, будет, да, вот... Да, у вас там... Затем не пользоваться. Конечно, у нас тут все непонятно. Вот когда у вас будет все понятно, когда вы будете располагать эту информацию, вот тогда я буду... Вот тогда вы мне и подумаете, да? Ну, тогда, Матвей Владимирович, ну, понимаете, какой смысл вам звонить, вы же оплачивать не собираетесь, банк вправе, еще в связи с вашим окружением, в дальнейшем вопрос еще через... Не, ну, я вас просто предупредил, чтобы вы знали, что, как бы, я просто так это не оставлю, если, как бы, если банк вдруг решит, что он может обрабатывать мои личные данные, да, И я вас смотрел, Владимирович, уведомо, поверьте, не первый человек, к которому вы говорите, там, что не надо звонить, я понимаю, ваш страх какой-то... Нет, абсолютно никакого страха. Я вам больше скажу, даже окружение мое в курсе всей ситуации, да, просто я уже, как бы, вы имейте в виду, что, как бы, это все равно не дело, и не надо... И вы тоже имеете в виду то, что вы деньги не возвращаете, понимаете? Так, а я имею в виду, я имею, я имею в виду, да. Только я буду нарушать условия договора, а вы будете нарушать закон, почувствуйте разницу. Которого вы не знаете. Я сейчас не помню, понимаете, у меня не лежит Гражданский кодекс перед лицом и список федеральных законов, понимаете? Я еще раз вам повторяю. Вместе, когда вспомните, тогда будете руководствоваться и будете указывать, что нарушает банк, хорошо? А то есть вы не в курсе, что это будет нарушение, да? То есть вы считаете, что банк справится? Я вас, понимаете, вот вы из того, что меня не спрашивали, я вам на все ответил. Почему так я вам ответил, почему так вам тоже ответил. Я вас спрашиваю, что мы нарушаем, вы говорите, вы не помните. Ну, по-третьему, Владимир Владимирович, когда вы вспомните, давайте мы тогда, вы уже будете руководствоваться. А сейчас я в последствиях увидел, но у нас, к сожалению, не получилось заговориться на оплату. Вы меня услышали. Я над вами прощаюсь, вам всего доброго, до свидания. До свидания. Здравствуйте, друзья, это Куренцов Дмитрий, автору. Огромное спасибо за такой хороший ролик. А что я от себя хочу сказать. Знаете, это вот уже не шавка, это такой заматеревший волчонок, это достаточно опытный взыскатель. Именно вот благодаря таким персонажам бабульки-то и тащат последнее в банке. Либо там какие-то олухи, кто не пытается даже включить в голову в его словах, чувствуется уверенность, самоубежденность и жесткая позиция. Именно в постановке речи, формировании фраз и так далее и тому подобное. Ну, скажу так, с точки зрения оценок как коллектора, это достаточно серьезный противник. Достаточно серьезный противник, который действительно имеет результаты. Я вам заявляю все ответственности. Ну, не повезло ему, конечно, с оппонентом в этот раз. Человек тоже совершенно спокойный, адекватный и, самое главное, уравновешенный. Не переходил на повышенные интонации и все. Ну, а теперь я сообщу этому персонажу, да, надеюсь, он, либо его коллеги ущербные слушают нас на нашем канале. Это не секрет, они постоянно тут шкуру трут. Так вот, друзья мои, все, что он тут говорил, друзья мои в кавычках, я сейчас обращаюсь, напомню, к коллекторам, это все лажа. Договора у Тинькова никакого нет. И по закону, по закону, если вам интересно, по какому, то это закон о защите прав потребителей, а конкретно статья 29, банк обязан, не только банк, а любой субъект юридического права, оказывающий услугу физическому лицу, обязан по первому требованию, неограниченное количество раз, сколько бы там ни было, раз угодно, а человеку предоставить все необходимые документы, касающиеся, касающиеся их взаимоотношений. В нашем с вами случае это договор, которого нет у Тинькова, это выписка и все, все, все тому необходимое. Понимаете? Вот таким вот образом. И человек имеет право приостановить платежи, приостановить до получения удовлетворенных своих требований. Это что касается какого там закона, на основании какого закона. Далее, что я еще успел заметить, вот как он сказал, я вам на все вопросы ответил. Нифига ты не на все вопросы ответил, ты просто протараторил, пытаясь доминировать. Ты пытаясь вот этим словесным своим потоком поставить человека в тупик. Этого не получилось и в то же время ты почувствовал за собой какое-то превосходство. Это мнимо, это эйфория твоя, знаете, скажем, иллюзия кайфа. Вот так, знаете, как героиновый наркоман укололся, ему кажется, что все вокруг хорошо и он всех победил. Нет, будут ломки, поверь мне, лет через 10, если ты начнешь производить на свет потомков, вот эти дети спросят тебя, пап, научи тому, чего ты умеешь в этой жизни. И тебе придется, чувачок, рассказывать детям, как взыскивать деньги, выданные незаконно. И очень мне понравилась формулировка самого же этого коллектора, взыскателя, когда он сказал, что представьте себе, что вот вы получили деньги и обо всем забыли, и договор даже не почитали и начали тратить. Да, да, да. Тот, кто тебе попадался, как ты сказал, и два часа изучал договор, это лично твои выдумки. Таких людей нет. Вот и все. Если человек обращается за деньгами, ему важнее всего получить деньги. Вот и все. И платят деньги только те, кто наоборот не умеет задумываться, не анализирует, не соображает, за что он платит. Да, нормальный человек, человек современного социума, получив деньги, естественно, собирается их потратить. Деньги для этого и существуют. Но парадокс не в этом, а в том, что банк Тинькофф и все другие банки на самом деле не тратят никаких денег. Это достаточно серьезная система банковская. Весь этот алгоритм является очень страшным секретом, тщательно скрываемым от простых людей. Поверьте, не платя банку по кредиту, вы никаким образом никого не обворовываете, ничего ни у кого не забираете. По большому счету банк никаких убытков вообще не несет. Почему так? Ну это на самом деле, как я сказал, огромный страшный секрет. Но вот мы знаем этот секрет и поэтому совершенно спокойно помогаем людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию с банками и с кредитами. Как мы работаем, что мы для вас можем сделать, это пожалуйста в описании этого ролика. Ссылочка на наш сайт. На сайте есть видео, как устроена работа специалистов компании Алиам. Сколько это стоит, что мы для вас сделаем, какие сроки мы все это сделали. Могу сказать одно, вы забудете о своих долгах уже очень-очень скоро. Интересно? Не поленитесь, посмотрите видео на сайте, все поймите. Ставьте лайк, если вам понравился этот ролик. Подписывайтесь на наш канал, если вы этого до сих пор еще не сделали. Репост в соцсетях, пожалуйста, поделитесь в соцсетях этой информацией, чтобы еще больше людей знало всю правду. С вами был на связи Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Алиам. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова